Только сегодня ночью смонтировали красивые и дорогие кухни. Кухня действительно большая, 5-метровая, остров 3-метровый. Вторая кухня просто огромная, 8,5 метров, остров 6 метров. Такой огромный остров поднимается на 20 сантиметров. Это натуральный мрамор, он даже просвечивается местами. Элементы кварцита присутствуют в нем. Вот это не камень, это керамогранит. Можете смело заливать все здесь уксусом, вином. Такой смеситель интересный, красивый шкаф, 2,8 метра высотой вот эта дверка. Она легенькая, алюминиевая, тяжелый такой фасад, очень тяжелый. Я сейчас даже с хозяином фабрики переговорю. Автоматически, видите, встроенные полочки, еще какое-то дополнительное устройство. Можно сказать, завтрак выехал. Вы на такой кухне можете фуршет какой-то сделать. Усадили всех гостей. Коп, бокалы, любимый алкоголь. Еще попробуй столько набери этого алкоголя сюда. На десерт вам покажу гардеробную. 5,8 метра. Вот такой вот шкаф для вещей. Подсветка автоматически включается. Дизайнерское такое решение веселое. Сидеть неудобно, сразу говорю. Друзья, всем привет. Меня зовут Кирилл. Я руководитель компании МБЛ. Сегодня в ролике у нас будет две очень красивые и дорогие кухни. Плюс одна гардеробная небольшая. Только сегодня ночью смонтировали в шоуруме эти новые модели 2023 года. И мы с вами вместе разберем их стоимость и все комплектующие в этих изделиях. Конечно, китайский производитель показывает в своих шоурумах большого размера изделия, чтобы показать максимальные опции, какие они могут предложить для заказчиков. Но для вас, конечно, с нашими менеджерами будет отдельный просчет конкретно вашего размера, конкретно вашей комплектации, цвета, фасадов и так далее. Я уже прошелся по всему шоуруму и решил начать этот обзор конкретно с этой кухни. На мой взгляд, она очень красивая. Думаю, вы уже заметили, какая здесь мраморная столешница. Это натуральный мрамор Burberry Black. Это очень дорогой камень и он просто выглядит шикарно. Конечно, все эти срезы не повторяются. На самом деле, конечно, использовать мрамор нужно очень аккуратно. В случае проливания вина, уксуса нужно моментально быстро вытирать. Иначе будут оставаться пятна. Но красота, она такова. Производитель имеет отдельный цех по производству столешниц. Они могут быть из керамогранита, из такого шикарного натурального мрамора. Все подгоняется здесь, в Китае, перед тем, как отгружать вашу страну. Конечно, тут все до миллиметра. Сделано идеально. Вот эта кухня, например, имеет, видите, закругленные фасады. Покрытие крашеное, матовое. Очень смотрится красиво. Фасады сделаны из алюминия, со скрытыми петлями. Очень аккуратно. Подсветочки LED. Есть дополнительные вот такие функции. Полки автоматические могут вот так вот подниматься и опускаться. Причем эта опция работает очень качественно и тихо. Все эти комплектующие конкретно китайские производители. Это не импорт. Поэтому цены абсолютно адекватные. Кухня действительно большая. Она интересная, красивая, пятиметровая. Плюс дополнительный остров трехметровый. Здесь только один слэп. Этот Burberry Black трехметровый. По правую сторону от меня стеллажи. Вот такой вот стеновыми панелями. Красивый шкаф, полочки. Везде LED. И вот эта вся огромная кухня стоит всего 42 тысячи долларов. С таким шикарным камнем эта цена очень-очень привлекательная. Конечно, эта цена без доставки. Поэтому нужно еще рассчитывать плюс 30-40% расчетно к этой цене. И она будет у вас на объекте. Но у всех разные размеры. Поэтому все будем пересчитывать. Естественно, обсуждать каждый шкаф вместе с вами. Вот обратите внимание, какие вот есть варианты шкафов. Причем здесь 2,4 метра. Вот шкаф этот встроенный, комплектующий, темного цвета. Такие вот матовые. Это тоже китайский производитель. Достаточно качественный. Бытовую технику мы из Китая не рекомендуем. Ее редко кто и заказывал вообще когда-либо. Здесь вот у нас, видите, встроенный холодильник. Там вот есть ниша дополнительная. Ну, очень качественно сделана. И мне нравится, что здесь фасад не такой громоздкий. Поэтому легко открываются все дверки. Пройдем дальше и посмотрим. Еще раз повторюсь, вот эти все дверцы алюминиевые. Автоматически, видите, встроенные полочки. Есть дополнительно вот здесь вот розеточка. Она тоже автоматически может выезжать и прятаться. Внутренности шкафа всегда можно оговорить с производителем. Например, здесь сделано из матового цвета такого темного. Вот вам тут по секрету за кадром скажем, что еще вот видите, сидит специалист и монтирует смеситель. Просто она абсолютно новая. Сегодня воскресенье на самом деле. И вот руководитель компании мне вечером поздно написал, говорит, абсолютно новые образцы. Ты должен видеть это первым. Ну и вы, естественно, тоже. Поэтому традиционно давайте поставим лайк, подпишемся на канал и напишем свой комментарий. Как вам нравится вообще эта кухня? Мне она очень нравится. Причем, знаете, это вот сочетание цветов, естественно. Вот эти полукруглые фасады и безумная столешница. Все-таки Burberry Black это, наверное, максимально статусное изделие, что можно вот добавить на своей кухне. Если вы уже все, что можно, добавили в свою кухню, добавляйте еще вот такие дорогие мраморные столешницы. И это будет просто вау-эффект на долгие-долгие годы. Вот смотрите, смонтировали нам такой смеситель интересный. И самое интересное, что вот этот Burberry Black, мрамор, он даже просвечивается местами. Здесь элементы кварцита присутствуют в нем. И подсветка, когда вот здесь вот расположенная работает, прям видно, как подсвечивается камень. Ну, хозяйка будет просто без ума такой кухней, я гарантирую. Если вы со мной согласны, поставьте лайк. Я, кстати, в своей кухне тоже заложил мрамор. Да, первый месяц мы немного испугались с женой, потому что были пятна на мраморе. Но потом мы увидели, что это не сильно пугает нас. В связи с тем, что общий рисунок-то камня не меняется. На покрытии остаются такие матовые пятнышки, но они глазом не видны. Это мы проливали уксус, например, несколько раз. Но для тех, кто хочет уберечь свой камень, можно договориться с нашими менеджерами, чтобы заложили в проект вам 0,1 миллиметра такую прозрачную пленку, стекло. То есть стеклом покрыть камень, и тогда он не будет повреждаться от вот этих пятен вина, например, или уксуса. Здесь у нас вытяжка расположена, но он сейчас шкаф пустой. Подразумевается, здесь вытяжка, да. Варочная поверхность такая вот, достаточно миниатюрная. Здесь вот такие вот интересные ниши. Вот смотрите, внутри есть, и вот наружный огромный ящик. Здесь дополнительные ниши тут для чего только для стаканов, для посуды и так далее, для любых приправ. Легко работает, но реально молодцы, продумали, все идеально. Кстати, можно познакомиться с нашим руководителем предприятия, да? Ричи, куда ты пошел? Ричи, это вот руководитель предприятия. Видите, в воскресенье мы такие вдвоем вовлеченные, встретились, и он мне тут все рассказывает. Очень позитивно настроен для того, чтобы наши все заказчики увидели конкретно его новые изделия. Сейчас вот он хочет нам показать. Янсы хуйбенши. Ого! Нифига себе, я этого не видел. Да, мы смеемся. Он мне перед роликом рассказал, в общем, весь функционал кухни. А про то, что именно вот такой огромный остров может подниматься на 20 сантиметров автоматически. Он только вот сейчас это об этом мне сказал. Знаете, вариант, я бы сказал, на 20 сантиметров поднимается под росты хозяина и так далее. Но, например, когда придут гости, вы на такой кухне можете реально собраться и стоя здесь вот, допустим, фуршет какой-то сделать. Потому что это действительно классное решение. Такой огромный остров поднимается на 20 сантиметров. Честно говоря, я такого не видел. Ну, лайк, друзья. Если вы еще в начале ролика это не сделали. Здесь могу вам много рассказывать. Потому что, посмотрите, угловые вот такие вот ниши есть. Задействованы все части. Смотрите, боковые вот эти дверки все открываются везде. Полочки, ниши, красивые петли. За счет того, что внизу есть подсветка под островом, кажется, что он парящий такой остров. То есть он не на ножках стоит каких-то. Прямо отдельное изделие. Напишите мне реально, делают ли российские производители такие аналогичные кухни или нет. Я про итальянских молчу. Мы дадим лучше цены, чем у итальянцев. Все эти корпуса сделаны из натуральной фанеры, так же, как в Италии. Китайцы сделают кастом и дешевле, чем европейцы. Но вот русские производители могут сделать такие кухни? Напишите обязательно в комментариях. Ну и мы возвращаемся еще вот к этой части кухни. Я вам еще здесь дополнительно покажу, какие вот есть ниши, да, они открывающиеся. Но именно стеновая панель, она тоже сделана в стиль кухни. Это тоже фанера, но она крашеная. И вот эта вот реечная конструкция, она доигрывает все эти узлы. То есть можно полностью помещение с ними разработать. Сделать, например, какой-то винный шкаф или шкаф для бокалов. Смотрите, какой элегантный шкаф. Где-то 2,8 метра, 2,8 метра высотой вот эта дверка. Она легенькая, алюминиевая. И при этом буквально профиль 2 сантиметра. Может даже полтора. Очень аккуратно все сделано. На мой взгляд, с этого предприятия стоит начинать выбор корпусной мебели. Ну, в общем, вы зафиксировали. Вот этот вот образец стоит 42 тысячи долларов. Конечно, под вас будет пересчет и так далее, и так далее. И еще одна у нас есть классная кухня. Пойдем посмотрим. Вот смотрите, вторая кухня, но это просто огромная. И она стоит где-то расчет на 75 тысяч долларов. Но здесь размер 8,5 метров. Только вот эта часть. Остров 6 метров. Дополнительный винный шкаф 4 метра. Высота кухни 3,1-3,2 метра. То есть, конечно, изделие просто огромное. У кого-то такие квартиры есть, как эта кухня, размером, понимаете? Давайте посмотрим кухню, в общем, что входит в такие деньги. Давайте вот с этой части, наверное, начнем. Вот такие вот фасады. Кстати, очень интересно сделали. Именно на этой кухне, я смотрю. Петли все в чехлах, вот в таких вот пластиковых. То есть, они в глаза не бросаются. Винные шкафы, вот это алюминиевые все полочки, легко открывающиеся. Везде подсветочки LED. Конечно, фасад, на мой взгляд, грубоватый. Честно вам хочу сказать. Предыдущая кухня, фасады такие потоньше и полегче. Здесь как-то такой массивный фасад получился. Ну вот, смотрите, фасад такой толстоватый на самом деле. Но этот вопрос с производителем можно оговорить и сделать намного тоньше. И я бы эти фасады все-таки 2,4 метра не делал. Наверное, сделал бы 2,1 метра. Полегче было бы этой конструкции на самом деле. Пока мы стоим около этой части, обратите внимание на вот эти вот ящики. Посмотрите, внешний фасад ящиков сделан абсолютно из одной части. Здесь структура дерева повторяется, посмотрите. Совпадает, да, со всеми ящиками структура дерева. Очень такая интересная дизайнерская мысль, даже в ящиках. Но вот фасад тяжеловатый. И даже, мне кажется, эта ручка слабовата для фасада. И вот здесь вот, смотри, вот это вот правда. Я вот о чем и говорил сразу и обратил внимание, что видно новое изделие совсем. Здесь вот не продумали этот момент. Потому что, смотри, тяжелый такой фасад, очень тяжелый. Однозначно, однозначно конструкция тяжелая. Огромная конструкция. Я бы не стал делать такие фасады однозначно. Ее только смонтировали. Я сейчас даже с хозяином фабрики переговорю по поводу этого нюанса. Но мы идем дальше. Вы не обращайте внимания. Это все эти детали технические всегда можно оговорить. Хорошо, что я сам приезжаю и смотрю эти изделия перед тем, как вам рекомендовать что-либо. Говорю абсолютно на свой взгляд. Вы можете меня поправлять в комментариях. Я себя не считаю таким супер профессионалом, но у меня есть тоже определенный стаж и опыт работы больше 10 лет. Перевидал этих кухонь, хочу вам сказать. Но вот на первый взгляд, как есть, так и говорю. Вот эта часть. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, у нас здесь посудомоечная встроенная машина. Вот этот вот столешка полностью из нержавейки сделана. Здесь вот с подсветочками, это мне очень нравится. И вот запил везде под 45 градусов. Значит, что у нас здесь еще есть? Вот такая вот опция. Дополнительная подсветка. Еще вот есть тут тач такой, смотрите. И причем это все китайские комплектующие, то есть это не импортные. Это местные производители. Предусмотрена наклейка, наклеена, чтобы во время работы механизма, чтобы не вставляли сюда руки и ноги. И голову. Здесь вот фасад с тонированным стеклом черным. Но остаются отпечатки пальцев, поэтому тоже надо будет с этим поработать тряпочкой. Вот эта столешница конкретно из керамогранита. Это не натуральный камень. Керамогранит, он устойчивый к температурным режимам, царапки, эти все, ничего не боится. Какой интересный ящик выдвижной. Посмотрите, пуш. И он автоматический с подсветкой. Огромный такой выезжает на автомате. Но для него еще не так страшно. Тут вот обратите внимание, достаточно широкий фасад, такой толстый. Для него не страшно, он выдерживает этот вес. Но вот эти вот дверцы, еще раз повторюсь, вот эти вот, они действительно тяжеловатые. Конкретно вот в этой модели. Огромный выбор материалов на фабрике и так далее. Все это обсуждается 10 раз перед тем, как запускать производство. Поэтому не рекомендую вот такие вот тяжелые конструкции. Потому что в итоге вы один раз откроете и пользоваться этим не будете никогда. Напишите в комментариях, может быть у кого-то на кухнях есть вот такие вот фасады, закрывающиеся. Пользуетесь вы ими или нет? Напишите, пожалуйста. И мы идем дальше. Что у нас здесь? Такой вот модный холодильник. Зеркальный фасад у него. И морозильничек. Ну для такой кухни маловато, конечно, наверное. Нашему человеку таких надо x3 холодильника для такой кухни. Но это, конечно, рассчитывается конкретно под ваши размеры и так далее. Вот здесь вот опять эти фасады, которые мне сильно не понравились. Ну вот, смотрите, зато есть еще дополнительные вот такие вот. Хайгол в фошане находится производитель. Комплектующих тоже очень хорошего качества. Эти все комплектующие, как и Блюм, проходят десятки тысяч тест-испытаний. Просто, чтобы вы понимали, это для лично вашего успокоения, скажем так. Вот здесь вот будет написано Блюм. Спокойно, престижно, статусно. Да. Хайгол вы не знаете, но, поверьте, будет служить не меньше 10-20 лет. И ничего с ним не произойдет. Что-то мы уже реализуем в разные страны мира. Больше, там, не знаю, 10 лет этот бренд переобретают наши заказчики. Ну и он, конечно, зарекомендовал себя на внутреннем рынке этот бренд. Это не один китайский бренд, их много. Здесь полтора миллиарда жителей. Эти люди приобретают, пользуются и дают гарантию на все эти изделия и так далее. Можете не переживать. Просто считайте бюджет. Нравится одно, покупайте это. Ну, дешевле, дороже и так далее. И мы плавно переходим к этому огромному шестиметровому острову. Посмотрите. Вот это не камень, это керамогранит. Надежно. Можете смело заливать все здесь уксусом, заливать все здесь вином. Никаких пятен не останется. Есть варочная поверхность. Есть, вот смотрите, еще какое-то дополнительное устройство. Это какие-то полки, смотрите, выдвижные дополнительные, автоматические. Трехэтажная она, да, скорее всего. Да, ну такой, знаешь, можно сказать, завтрак выехал. Приготовила завтрак и только сказала детям, подойдете, нажмите на кнопку. И потом, когда все съедите, сюда-назад поставите и спрячете с глаз долой. А ваша уборщица придет, это все поставит в посудомойку и посудомойка выполнит эту операцию. Так, идем дальше. Здесь, конечно, много разных ниш. Смотрите, выдвижные вот такие решения. Это очень стандартное. И я себе тоже в квартире это сделал. Вот здесь вот мусорки, смотрите. Раздельные мусорки, зеленая, желтая и две темных. На вошку складываете разные варианты мусора. Так, что у нас здесь дальше? Это понятно всем под раковиной. Для чего? О, вот она стиральная машина, куда спряталась. Удобно, как вы считаете? Стиральная машина под раковиной. Пришли гости или члены семьи, да? Взяли и выдвинули для них поверхность. Усадили всех гостей. Три-четыре человека, стулья только подставили и все. И здесь процесс идет, готовки туда-сюда, шух-шух-шух. Хоп, бокалы. Там вид на океан. Ну а как же? Только так. Так, идем в винный шкаф. Естественно, как же на такой кухне без вина? Только с вином. И все это 3,2 метра высотой. Алюминиевые фасады. Это то, что производят Римодезия, Полифорум. Сейчас очень в тренде, модно. И я рекомендую закладывать свои проекты. Именно алюминиевые фасады. Они легенькие. Они очень элегантно сделаны. Красивые петли. Они облегчают конструкцию и, естественно, долговечного использования. С ними намного проще работать, чем с МДФ-фасадами, крашенными и прочее. Это на мой взгляд. Вы пишите свои комментарии, критикуйте или меня поддержите лайком. Тогда я буду понимать, что у нас с аудиторией есть диалог. А мы смотрим. Вот этот фасад из натурального камня. Здесь такие вот пуши есть. Смотрите. Хоп, открылось. Еще здесь есть второй пуш. Вот такой вот у нас винный шкаф. Здесь тоже речные такие вот под 45 спил. Ящик с подсветочками LED. Все очень красиво. Выглядит роскошно и дорого. Вы сюда поставите любимый алкоголь и ваши любимые бокалы, естественно. И все это будет храниться. Смотрите, в какой красоте. Здесь вот даже, смотрите, шпон каменный и фасад намного тоньше. И, конечно, уже легко закрывается и открывается. Поэтому я говорю, вот в той части не стоит делать такие фасады. А здесь у нас что? Брюки превращаются в элегантные шорты. А здесь можно, да, поставить какую-то посуду. Ну вот, смотрите, просто обычный шкаф. LED-подсветка, она спрятана. Вот. Она здесь абсолютно спрятана. Просвечивается полностью весь шкаф таким образом. Вот он 2,4. Такой вот фасад. Мне кажется, достаточно. Выше крыши. Еще попробуй столько набери этого алкоголя сюда. Сейчас я вам покажу, где здесь готовят еду. То есть на такой кухне, скорее всего, никто не готовит. Здесь только пьют и едят. А мы идем вот в эту часть и заходим еще в одну кухню. Как говорится, черную кухню, где действительно стоят повара и готовят для всей этой компании еду. И здесь уже находится кухня из нержавейки. Это абсолютно вся кухня из нержавеющей стали. Здесь уже сделано максимально функционально. Вот видите, это все нержавейка. Она здесь маленькая, поэтому она порядка 7000 долларов стоит, вот эта часть. Здесь нужна надежная, такая крепкая конструкция. Легко вытирающаяся на нержавейке. Вот смотрите, все нержавейка, нержавейка. Даже вот эти все ниши, все полностью максимально из нержавейки сделаны. Что у нас здесь? Вот смотрите, и здесь нержавейка. То есть все рассчитано конкретно на вот такую готовку прям серьезную, на большой коллектив. И таким образом у вас вся красота находится здесь. Дверь фиктируется для того, чтобы можно было выносить блюдо здесь, поросенка и всего остальное. Вот так вот фабрика представляет свой вариант кухни для огромного дома. Здесь еще, смотрите, есть настройки подсветки, когда вы можете поиграть с настроением на своей такой вот шикарной кухне. Например, мы меняем подсветку полностью. Видите, можно погасить. И остается, например, на потолке подсветка и вокруг острова. Ночью проснулись за бутылкой вина сходить. Ну и вот хотя бы понятно, где остров находится и где бокалы. Так, а следующий вариант. Все, пол выключили. Выключил пол, поставил третий вариант подсветки. А жила у нас кухня вся, везде появился свет. Давайте посмотрим второй вариант. Еще ярче, максимально яркая кухня становится. И первый функционал какой у нас тут, интересно. Приглушенный свет такой становится. Это уже когда вечеринка сильно яркую включили, потом приглушенную. И уже потом полностью погасили свет. Ну тоже интересное решение. Все это программируется. Думаю, вообще с цветами здесь поиграть можно. С разными абсолютно. Поэтому моя задача была вам показать. А ваша задача написать в комментариях. Интересно, понравилось, дорого, дешево. Все от вас жду. Пишите обязательно. Еще на десерт вам покажу гардеробную. Пойдем посмотрим гардеробную. Абсолютно новая гардеробная. Она частично выполнена из алюминия и МДФ. Значит, она 5,8 метра от этой рабочей зоны. Здесь тоже везде распил под 45. С таким оранжевым цветом кожи сделана внутри. 5,8 метра. Вот эта гардеробная встроенная. Она порядка 11 тысяч долларов стоит. Что здесь внутри? Давайте посмотрим. Вот такой вот шкаф для вещей. Черный цвет с оранжевым. Выглядит классно, стильно. Даже вот эта вот перекладина, она тоже в черном мате выполнена. Такие вот выдвижные полочки здесь. И для украшений. И для маечек. И так далее. Фасады. Вот смотрите, с этой стороны открывается. Вот так вот. А, вот здесь вот такое вот есть решение. Какое-то оно не разработалось еще. А, или вот так вот. Было решение автоматическое, но вот есть механическое. Такая даже ручка кожаная. Но вот эти все цвета внутри шкафа можно обсуждать с фабрикой. Конечно же. Еще здесь есть фасад. Подсветка автоматически включается. Да, нижние ящики тоже. Добавили они здесь стул такой интересный. У него дистанционно можно изменить подсветку. Ничего особенного я в нем не вижу, но как бы дизайнерское такое решение веселое. Сидеть неудобно, сразу говорю. Особенно с моим ростом. Здесь есть у этой гардеробной дополнительный остров, но никак мне не дали на него еще цену. В прошлом ролике я вам показывал похожий остров, только из других материалов. Здесь вот просто обратите внимание, тоже классная подсветочка везде. Боковые вот ниши все эти открываются. Все даже с жимами. 45 градусов распил. Это керамогранит, видите, тоже выглядит как камень, правда? Ну вот вы можете удешевить надежно. Для тех, кто любит сильно надежно, практично, керамогранит. Для тех, кто любит фэшн, яркое решение, натуральное. Это мрамор. Хорошо-плохо здесь нету. Это разный бюджет и разные задачи выполняют материалы. Поэтому все это вы можете обсуждать с нашими менеджерами в онлайн. Они приедут, с вами разберут все моменты, чертежи, обсудят. Корпусная мебель производится с момента предоплаты 60 дней. После того, как она готова, мы обязательно все проверяем. Фото-видеоотчет вам показываем. И вы после этого только оплачиваете балансовую стоимость. Как правило, если вы размещаете заказ на корпусную мебель, вся поставка из Китая у вас займет 5-6 месяцев. Об этом вы должны знать. Ну а я жду ваших комментариев, подписку и лайки. И как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного настроения, друзья. Всем пока. Смотри, какой потолок еще забыл сказать в ролике. Интересный, звездное небо такое, как в Rolls-Royce. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин